Балкон в квартире, как известно, очень функциональное место. Некоторые сушат здесь белье, некоторые хранят автомобильные колеса. Но все же перед тем, как сделать шаг на балкон, убедитесь в том, что он на месте. Эти кадры были сделаны за несколько часов до нашего приезда. Тяжелая железобетонная плита держится на гнилой металлической арматуре и буквально нависает над головами прохожих. Обрушение произошло в районе полудня. Хозяйка квартиры Светлана Сумина с детьми как раз была дома. Сразу после обрушения балкона, рассказывает Светлана, она стала звонить в управляющую компанию. Но на другом конце провода трубку не брали. Только после обращения в районную администрацию управляющая компания отреагировала и выслала аварийную бригаду. По словам хозяйки квартиры, балкон начал разрушаться еще семь лет назад. С того времени пользоваться им перестали. О том, что конструкция нуждается в ремонте, в управляющей компании «Содружество Мой дом» знали. Об этом им не раз сообщали владельцы квартиры, другие жители дома и сотрудники почтового отделения, расположенного на первом этаже здания. И в управляющую компанию обращались, и в администрацию района обращались. Сказали, что производятся какие-то обследования, работа какие-то. Длительное время представляла опасность. Здесь проходная зона, и люди в подъезд заходят, проходят именно здесь все это. Представляла опасность. И я сегодня была вот до сих пор, я еще под впечатлением, что слава богу, никто не пострадал. Чуть позже к месту ЧП прибыли представители администрации района. Они пояснили, балкон является общедомовой собственностью, и ответственность за его содержание полностью лежит на плечах управляющей компании. Сейчас совместно с управляющей компанией, с департаментом ЖКХ городского округа Самары будем принимать меры по рассматривать возможность восстановления плиты балкона для того, чтобы жителям в дальнейшем, то есть в нормальном виде эксплуатировать данный балкон. В результате падения балконной плиты пострадало и окно в квартире этажом ниже. Подобных ситуаций, заявляют в районной администрации в поселке Управленческий, до этого случая не было. Теперь контроль за деятельностью управляющих компаний обещают ужесточить. Павел Бимаков, Павел Пресняков. События.